Львы, здравствуйте! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, а это астрологический прогноз на следующую неделю, с 5 по 11 февраля. Множество разных событий может вас поджидать. Давайте поскорее узнаем, какие именно, поэтому наливайте чай или кофе, садитесь поудобнее, мы начинаем. Понедельник, 5 февраля, планета общения, коммуникации и вообще все, что связано с мышлением. Меркурий переходит в знак Зодиака Водолей. В вашем седьмом доме гороскопа, и он там будет находиться до 23 февраля, 18 дней. Чем это чревато? Ну, во-первых, это чревато новыми знакомствами, ребята вы мои. Если у вас нет второй половинки, то в течение этих 18 дней, наконец-то, кто-то на горизонте появится. Какой-то рыцарь на белом коне или принцесса, так сказать, посмотрит из окна, и вы поймете, что да, это она. Встретитесь, так сказать, взглядами, произойдет энергетический шок, но вы поймете, что это точно тот человек. Поэтому давайте начнем с того, что Меркурий и Водолея, это легко завязываются новые знакомства, легко дается общение, вы более будете раскрепощены. Вот, словно, знаете, вам будет вообще все равно до лампочки, кто там о вас что подумает, или как вы себя подаете, как вы себя ведете. То есть на это у вас будет немножко притупленное такое состояние, именно вот в этих чувствах, эмоциях. Поэтому здесь очень важно проявить инициативу львы. Если вы все-таки еще в поисках любимого человека, то дерзайте, Меркурий и Водолея вам поможут. Вы заведете легко новые знакомства и, возможно, встретите человека, который действительно вас будет поддерживать, вас поймет. Человека, который будет хорошим собеседником. Конечно, это не обязательно любимый человек, прям вот все там, свадьба, внуки, правнуки. Просто может быть хороший собеседник, в котором вы увидите нового друга. И это будет замечательно, я вам это от всей души желаю. Затем, если все-таки у вас есть брак, отношения, любимый человек, семья уже, то здесь может проиграться и таким образом, что Меркурий и Водолей даст вам новые интересы. Что-то появится в вашей жизни дополнительное. Это может быть хобби, это может быть какой-то талант, это может быть, не знаю, вы займетесь чем-то еще, помимо семьи, помимо каких-то обязанностей на работе, еще чем-то. И вот здесь любимый человек может сказать, ага, чем ты тут занимаешься, что это, ты никогда не пекла пироги, что это такое, ты что, кулинар? Может быть и такое произойдет в вашей жизни. Меняются планы неожиданно, Меркурий и Водолей привносят свои коррективы. И здесь все, что касается судебных каких-то процессов. Может быть у вас был там развод, может быть вы там какие-то бумаги хотели получить, заявление писали в суд, да. Может Меркурий передвинуть сроки, может Меркурий сказать, что вот здесь вот не хватает бумажки, нужно ее донести. Или справку какую-то нужно вам будет получить у судебных приставов, или там в суде, или у юриста, у нотариуса. То есть все, что связано вот именно с судебными какими-то проволочками, Меркурий и Водолей может немного скорректировать, и причем неожиданно скорректировать ваши планы. Затем может прийти озарение, прозрение. Меркурий и Водолея, он дает как будто, знаете, как будто у вас все было в тумане, вы не знали как поступить, или вы не видели каких-то очевидных вещей. И вот здесь туман как будто рассеется. Меркурий и Водолея, он до 23 февраля там будет, напоминаю, он как будто вам, знаете, снимет очки, как будто вы увидите какую-то определенную ситуацию, такой, какая она есть. Опять же, это касается отношений любимого человека, это касается судебных процессов. Может быть, вас, вам там напускали, знаете, в глаза пыль, а вы вот так вот протерли и увидели действительность, увидели реальную ситуацию. Поэтому здесь в течение 18 дней что-то, какие-то туманы у вас там, львы рассеются, так что будьте на чеку. Затем, все, что касается переговоров, это тоже седьмой дом, переговоров, интервью, собеседования, у вас все должно пройти хорошо. Вот с 5 по 23 февраля, если вы будете устраиваться на новую работу, или, я не знаю, там, проходить какую-то стажировку, именно вот где вы и еще один человек, больше никого. Потому что седьмой дом, это два человека в основном, то проявляйте дипломатию, проявляйте аккуратность, проявляйте интеллигентность, проявляйте деловитость, показывайте свой опыт, показывайте, что вы умеете. И тогда вы точно добьетесь успеха. Главное не ходить по головам, главное не быть энергетически таким агрессивно настроенным. Дипломатия, все спокойно, все хорошо, сейчас покажу, расскажу. Это будет очень важно, львы. Все, что связано с эстетикой, красотой, искусством, вам захочется вот в течение этого периода сходить куда-то, где много людей и где красиво. Это может быть концерт, это может быть театр, это может быть кино, это может быть выставка какая-то, да, какой-то кластер, где много-много каких-то вот творческих людей. Вы захотите это посетить, очутиться в атмосфере чего-то прекрасного и хорошего. И здесь у вас все получится. Главное соблюдать режим сна, режим работы, ну и выходные провести, конечно, там, где будет красиво в вашей душе. Ну, где вот прям вот, да даже просто в лес выйдете, да, в поле, и вот вам там хорошо, ну, постойте в этом часок. Если на улице не минус 30, вы не замерзнете, постойте, постойте, зарядитесь этой энергетикой, вам это будет очень нужно, львы. Ну, и также ваши партнеры, как я уже сказал, возвращаемся в эту тему, могут проявить себя как-то не с той стороны. То есть, что-то вы новое заметите в любимом человеке. Может быть, не знаю, ваша жена постриглась на прошлой неделе, вы только сейчас там, не знаю, там, 23 февраля заметите. О, дорогая, ты постриглась, а уже месяц прошел. То есть, какие-то, знаете, черты в характере можете узнать новое. Как будто, знаете, как будто новая грань человека вам покажется, новая сторона у человека. Засветится луной водолея, и вы увидите, ты еще это умеешь. Или, оказывается, вот ты какая, ах ты паразитка. То есть, и так может проиграться луна водолея. Ой, прошу прощения, какой луна-то? Меркурий водолея. И здесь я желаю вам только удачи, любые. В это же время луна переходит в знак зодиака-стрелец, ваш пятый дом гороскопа. Ну, о чем это говорит? Во-первых, обострение чувства справедливости. Вам захочется все расставить на своей полочке. А пятый дом – это дети. Возможно, вы захотите научить вашего ребенка справедливым каким-то шагам. Обучить его, что правильно, что неправильно, что хорошо, а что нехорошо. Показывать ему, рассказывать о том, что он как-то поступил неправильно с кем-то. Поэтому здесь ваши какие-то замечания к детям могут проиграться. Затем, все, что связано с удовольствием, с интимом, с любовью, с романами, флирты, свидания – это все пятый дом. Если вы одинокий лев, то здесь вы можете, знаете, вам потребуется какое-то движение. Луна-стрелеце, она всегда как-то нас провоцирует на какую-то активность. И здесь вы можете пойти на свидание. Здесь вы можете замутить какой-то новый роман. Какой-то новый человек вам понравится. Вы сразу с ним обменяетесь контактами. Сразу согласитесь, ну, либо не сразу, а через пару дней, как леди, согласитесь на, не знаю, там, посиделки в кафе и поход в кинотеатр. Вот здесь, либо я вам очень желаю честно раскрепоститься и поменять свою жизнь к лучшему. У вас на это все причины имеются. Все, что касается творчества, хобби, здесь придет оптимизм. Оптимизм в понедельник и вторник будет как-то вас заряжать. Стакан будет наполовину полон. Ну, конечно, не во всех сферах жизни. Где-то вам придется все-таки напрячься, может быть, на работе. Но оптимизм будет в творчестве. Возможно, вы что-то в себе новое откроете. Или ваше творчество будет приносить вам удовольствие, от которого вы будете, знаете, заряжаться вот этой хорошей, такой солнечной энергией. Возможно, также оптимизм и в соревнованиях. Потому что пятый дом – это спорт. Если вы занимаетесь спортом, то здесь вы будете настроены на победу. Вы будете настроены на то, что все получится, все хорошо, у меня есть все данные. То есть, такими, знаете, более самоуверенными вы будете. Замечательно. Все, что касается собственного бизнеса, это тоже пятый дом. Но при условии, что если этот бизнес, которым вы управляете, вам нравится. Если он вам нравится, все будет хорошо. Вы сможете продлить аренду, получить какие-то важные документы, договориться с поставщиками и прочее-прочее. Все наладится, все будет хорошо, если этот бизнес, которым вы занимаетесь, вам нравится. Если он вам не нравится, то тогда вы можете что-то пропустить, какие-то важные документы. Может быть, нужно было поставить подпись или продлить аренду, а вы не смогли или не успели. Поэтому здесь могут быть какие-то такие нюансы. Но опять же, все можно будет решить по луне в стрельце. Все можно будет решить. Затем, все, что касается выступлений, презентаций. Может быть, вы будете рассказывать о своей фирме кому-то, каким-то партнерам. И они тоже пройдут достаточно хорошо. Но при этом не нужно преувеличивать. Вот как есть, так и есть. Не нужно рассказывать и пускать пыль людям в глаза. Потому что потом это все равно раскроется. И вас будут обвинять, что вы на нашей презентации или в шоу обещали это, а по факту совсем другое мы получили. Поэтому не преувеличивайте ни своей силы, ни силы вашей организации. Говорите все как есть. Тогда и выступления, презентации пройдут у вас хорошо, любые мои. Ну и самовыражение. Проявлять себя вы захотите как-то. Может быть, перед руководством придется заявить о своих каких-то намерениях. Может быть, вы будете говорить, я тут уже десятый год работаю и нет никакого роста. Может быть, вы будете заявлять о себе как о хорошем специалисте, о хорошем эксперте, о хорошем сотруднике. Что пора идти на карьерный рост. Или что-то пора поменять. Какие-то обязанности делегировать на другого человека. Потому что я уже сыт или сыта по горло этим всем. Нужно что-то прекращать. Здесь вы можете поверить в себя, самовыражать себя, что вы можете больше в понедельник и вторник. И прям вы будете, знаете, опять же в этом смысле тоже возможно преувеличивать свои силы. Прежде чем что-то требовать, или вы в понедельник и вторник от начальства или от кого-то там еще. Пожалуйста, проанализируйте свое состояние. Можете ли вы справиться с тем, что вы хотите принять в свою жизнь. То есть не преувеличивайте свои силы до такой, знаете, как будто вы эксперт всего мира. Конечно, это не так. Поэтому здесь нужно сосредоточиться именно над какими-то функциями, которые вы хотите исполнять. И сказать об этом, что вот я хочу такой-такой-такой-то график. Или так-то-так-то распланировать свой рабочий день. Давайте это обсудим. Но говорить о том, что я там уже достойно всего и сразу, здесь лучше, конечно, так себя не вести. Вот так. Среда и четверг. Луна в вашем шестом доме гороскопа в знаке зодиака. Козерог. Все, что связано с работой и обязанностями. Будет все идти как идет. То есть здесь каких-то таких, знаете, каких-то перетрубаций не предвидится. Почему? Потому что луна в Козероге это чувство долга. А работа, понятно, что нужно на нее идти, что нужно встать утром, попить кофе, ехать куда-то, идти куда-то. Либо просто включить ноутбук и сидеть дома, да, у ноутбука, решать какие-то рабочие процессы. Это будет все, что связано с обязанностями. Вы будете как-то вот погружены в эту работу, погружены в какие-то задачи, что мне нужно это выполнить. Хочу я это или не хочу, но мне это надо сделать. Поэтому в среду и в четверг вот такое состояние вас может посетить. Вы захотите проявить себя в каких-то, опять же, да, на работе, на службе своей, как-то вот, знаете, что-то сказать, но вас будет что-то удерживать. Вы захотите, может быть, предложить какое-то изменение, перемены в работе или привнести какую-то идею, но вас что-то будет сдерживать. Сдерживать будет луна в козероге, потому что она будто, знаете, вас будет обволакивать вот это вот пузырем, что как будто, нет, не сейчас, нет, сейчас не скажу, скажу на следующей неделе. Нет, поговорю об этом потом. То есть то, что вам очень важно, вы сейчас в среду и в четверг проговорить не сможете. Луна в козероге вам просто не даст. Вы вот как будто будете на стоп нажимать. Стоп-кран, стоп-кран. Хочу сказать, стоп-кран. Вот так может проявиться. Препятствия в делах. Опять же, да, на работе могут появиться новые правила. Вам могут дать какие-то обязанности другого человека. Вы будете с ними не согласны, но сказать сейчас ничего не сможете. Вам дадут какой-то новый график или новый отдел пойдете работать, или переезд какой-то по работе будет. Командировку вас отправят. Вы не захотите, но придется ехать. Чувство долга по луне в козероге вас заставит просто это сделать. Поэтому здесь могут быть какие-то вот такие проблемы, препятствия, опять же, да, на которые вы в принципе не согласны, но делать выхода просто не будет. Затем, животные, домашние животные, все, что с ними связано, может быть, придется собачку свою отвезти к ветеринару, или купить ей новую косточку, или новый ошейник, либо кошке поменять ее корыто, да, в которой она ходит. Либо, если у вас нет животных, может быть, некоторые львы задумаются, что может мне завезти ящерицу, или может мне завезти черепашку, или вот кота. Какой-то живности вам будет не хватать. Поэтому здесь, если все-таки вы не захотите заводить какое животное, не захотите, чтобы дома ваше обои поскребла кошка, сходите в среду и в четверг в зоопарк, и там насладитесь миром животных. Затем, все, что касается здоровья и лечения, это тоже шестой дом. Поэтому здесь, возможно, придется потратить деньги на какие-то лекарства, на какие-то медикаменты. И вы будете задумываться, что мне не хватает, мне не хватает на какие-то медикаменты, или я сейчас куплю это лекарство, а вот мне не хватит заплатить за воду и за газ. То есть, внимание будет очень большое к материальной части жизни. И здесь, действительно, вам могут прописать какое-то лечение, или там поход в спа почаще, на массаж, вам придется платить за это, и может пострадать финансовая сторона. Вот здесь нужно быть поаккуратнее. Ну и также, будьте принимать все с осторожностью. Так как это здоровье, если у вас будет какая-то консультация с терапевтом, или с человеком, который эксперт, да, специалист в своем роде, вы будете воспринимать с осторожностью его какие-то рекомендации. Какие-то, может быть, опять же, вернемся к лекарствам, к медикаментам. Вам выпишут что-то, вы прочитаете об этом в интернете, скажете, что мне выписали. Это вообще, у меня голова болит, а мне прописали, не знаю, там, крем для мягких пяток. Поэтому здесь, львы, вы можете вот прям с осторожностью относиться к врачам, к специалистам, к людям, которые вот будут вас лечить. Может быть, недостаточно будет информации про этого врача. Поэтому, прежде чем пойти, читайте отзывы. Все сейчас в интернете. Ну и ремонт, какой-то, не знаю, дом, как-то вы дом захотите себе поменять. В плане мебель поменять, кровать передвинуть, диван передвинуть, плиту новую купить, духовку новую купить. Либо, не знаю, там, сделать действительно ремонт, переложить плитку, поменять плинтус, поменять обои, покрасить потолок. Все, что с этим связано, это тоже шестой дом. И здесь тоже могут быть, знаете, вы захотите поменять, но поймете, что, ага, сейчас вот надо тогда, надо на это деньги. Вот. Финансовая сторона будет страдать. Поэтому здесь, опять же, вы захотите, но немного себя сдержите. Может быть, какие-то мысли будут на этот счет в голове. И вы себе где-то там пометите, что, ага, нужно купить новый диван, но это будет не в этом месяце, ну, точно не в понедельник и не во вторник. Потому что все-таки деньги нужно будет как-то распланировать по грамоте. Пятница и суббота. Луна переходит в знак Зодиака Ватарей, ваш седьмой дом гороскопа, там же, где находится Меркурий, до 23 февраля. Только Луна там будет всего два дня, пятница и суббота. И что мы видим? Будет небольшая нервозность в пятницу и субботу. Может быть, любимый человек, седьмой дом – это ваш партнер, может, будет вас выводить на эмоции. Может быть, он будет бесить вас. Может быть, вы захотите от него какой-то обратной связи, а он вот прям вот не так сделает, как вы хотите. Может быть, вы о просьбе попросите какой-то, да, а он не сможет ее выполнить. Либо что-то вот прям вот раздражение какое-то будет. Будет какая-то вот капризность, нервозность. Вы сможете вот прям вот все бросать, вот так кричать, типа, я же говорила, просила сто раз. Может быть, так пройдет пятница, суббота, но, конечно, это все мелкие нюрядицы. Далее. Желание перемена свободы захочется ли вам? Опять же, да, по седьмому дому – это развод. Это какие-то вещи, которые расставляют, знаете, вместо время, чтобы расставить все точки над «и». Может быть, вы поймете, что этот партнер больше не подходит вам. Либо отношения были какие-то долгими или короткими. Вы примете решение, что все, нужно ставить точку, идти дальше, потому что «я несчастлива» или «я несчастлива». Могут быть такие мысли в голове. Но, естественно, до суда это может не дойти, а может и дойти, потому что седьмой дом – это еще судебные процессы. Затем вам захочется, сейчас, секунду, не захочется, будут даваться трудно какие-то решения в обычных бытовых делах. Вот вам нужно будет поменять суковыжималку, но будет очень трудно сходить, ее заказать, купить, принести, попробовать, идет, не идет. Вот какие-то обычные домашние проблемы и решения домашних проблем трудно. Через «не хочу» в пятницу, субботу вы захотите вообще отложить эти проблемы домашние, бытовые на потом. Вот не сейчас, ни в пятницу, ни в субботу. «Не хочу» ничего сейчас решать. Может быть, и так проиграется луна в Адалее в вашем седьмом доме. Затем, что хочется сказать? Что хочется сказать? Будет тянуть что-то новое. Знаете, могут появиться какие-то возможности, шансы новые на развитие ваших отношений. К примеру, вы можете дать своему любимому человеку второй шанс. Сказать, давай, хорошо, попробуем еще раз. Давай попробуем еще раз. Либо еще шанс вы дадите своим конкурентам, каким-то оппонентам. Потому что седьмой дом – это все, что связано с конкуренцией, с врагами. Может быть, вы дадите шанс человеку искупить свою вину. То есть, каким-то образом. Может быть, и так проиграться луна в Адалее. Очень даже интересно мне стало, львы. Ну и, конечно, это сюрпризы. Луна в Адалее всегда приносит приятные сюрпризы в жизни. Поэтому пятница, суббота. Может быть, любимый человек вам принесет цветы. Рафаэлку вам купит, погрызетесь чаем. Может быть, если вы свободный лев, может быть, вы познакомитесь с приятным человеком. Какой-то сюрприз. Луна приносит сюрпризы. Луна в Адалее приносит сюрпризы. Здесь вы можете действительно... Даже вот так как седьмой дом еще и переговоры какие-то, может быть, вас повысят. Если вы, не знаю, сделаете свою работу, свою работу хорошо сделаете. Какие-то, может быть, плюшки за это получите. Ну и новые знакомства по седьмому дому. Да, это то же самое. Луна в Адалее. Новые знакомства. Идите вперед, львы, если вы еще одиноки. Пятница, суббота. Замечательное вообще время, чтобы провести его на свидании. Сходить куда-то с кем-то, раскрепоститься, пообщаться с противоположным полом. Как-то проявить себя, не стесняться. Вот пятницу, субботу я вам желаю просто выйти из дома, пойти с кем-нибудь чай, кофе попить. Плюшками побаловаться. Но в любом случае, большая вероятность, что вы встретите того единственного или ту единственную. Но, пожалуйста, без иллюзий каких-то. Просто с хорошим человеком посидите, поболтайте, узнайте что-то новое о другом человеке. И, может быть, он вас изменит. Воскресенье, луна в знаке зодиака, рыбы. Она будет там в воскресенье, в понедельник, в вашем восьмом доме гороскопа. Ну, чем это чревато? Начнем, наверное, не с таких оптимистичных прогнозов, как хотелось бы. Во-первых, это будет бег от проблем. А луна в рыбах. Мы как будто хотим отдалиться от каких-то проблем, от каких-то задач и уйти в себя, в свой внутренний мир. А так как восьмой дом – это все, что связано с кредитами и с долгами, может быть, вы захотите потом с этим разобраться. Уйти от этого. Расплатиться с этими долгами и больше никогда с этим не связываться. Может быть, вы поймете, что эти проблемы на вас прямо надвисли над вами. Вы не можете никак оплатить ипотеку. Вы не можете никак сосредоточиться над этим. И вот прям захочется зарыть голову в песок, чтобы ничего не решать. Поэтому воскресенье может пройти таким образом. Затем, луна в рыбах – это момент, когда вам захочется, чтобы о вас кто-то позаботился. Чтобы кто-то из родственников просто приехал и погладил вам по головке. Либо любимый человек проявил какую-то заботу, понимание. Захочется как-то уединиться и с ним тоже. То есть у вас будет, с одной стороны, чтобы вас никто не трогал, а с другой стороны, чтобы вас пожалели и просто вот протянули руку или сказали хорошее слово, поддержали вас. Вам будет этого львы не хватать в воскресенье и в понедельник. Затем, проявляются таланты, когда луна в рыбах. Возможно, вы что-то в себе откроете, какой-то новый дар, талант, что-то вот с творчеством связано. Может быть, вы поймете, что вы можете больше, или вообще какую-то сферу жизни для себя новую откроете в воскресенье, в понедельник. Может быть, вы поймете, что вы такой экономист-юрист, что можете давать консультации и зарабатывать на этом. Тоже вполне возможно. ЧП, если вы едете на автомобиле, возрастает, возрастает проявление каких-то ЧП, ну, там, колесо оторвется, да, или там, руль оторвется, или там, ну, что-то будет с машиной. Поэтому здесь, пожалуйста, свозите на техническое обслуживание автомобиль, если вы давно этим не занимались и все как-то откладывали, либо просто соблюдайте правила дорожного движения, когда все будет хорошо, без всяких ЧП и тому подобное. Но будьте, пожалуйста, аккуратны на дорогах. Далее, все, что связано с оккультными способностями, это тоже восьмой дом. Может быть, кто-то из львов будет заниматься таро. Раскидывай, так сказать, карты на будущее. Какой-то вопрос у вас будет внутри, и вы будете искать на него ответ с помощью оккультных каких-то наук. Может, пойдете к гадалке, и вот будет вопрос теребить вас внутри. Вот как-то не могу найти ответ. Вот что же делать, как мне поступить? И вот на этот именно вопрос гадалка, ясновидящая, бабка, манька из соседнего подъезда, который на огурцах там делает какие-то расклады. Либо вы возьмете консультацию у астролога, натальную карту себе закажете, либо у торолога, либо даже у нумеролога будете рассчитывать, какого числа пойти на рыбалку, чтобы поймать много рыбы. То есть, что-то такое будет вас будоражить в воскресенье, в понедельник. Это тоже интересно достаточно. Тайны какие-то, секреты можете узнать. И эти секреты будут касаться кредитов, наследства, каких-то денег. Может быть, кто-то вам недодал деньги, и вы об этом узнаете. Там, допустим, руководитель зажал вам премию, и вы узнаете у какой-то там коллеги, что вам недоплатили. То есть, ей выплатили, а вам нет. Такие могут быть секреты. Это будет, конечно, неприятно и как-то не очень, знаете. Но я уверен, что вы с этим разберетесь. Далее. Повышается чувствительность и подозрительность, когда луна в рыбах. Здесь вы можете перестать кому-то доверять, перестать вести вот так вот, знаете, открыто душой перед людьми как-то вот, знаете, вот с душой к людям относиться. К кому-то вы будете теперь относиться с подозрительностью. А могу ли я этому человеку доверять? А могу ли я ему рассказать то, что у меня внутри? Может быть, он распространит все на весь коллектив. То есть, здесь вот будет какое-то недоверие у вас в воскресенье, в понедельник. И также все, что касается недоверия, это кредиты. Может быть, вас, знаете, какие-то бумаги могут подсунуть вам, чтобы вы расписались и взяли на себя какие-то обязанности. И ни в коем случае ли вы в воскресенье, в понедельник, не подписывать никакие бумаги по поводу кредитов, по поводу каких-то вообще больших сумм, ни в коем случае. Вот правда все, скажите нет и уйдите на больничный. Вот просто не надо ничего, ничего подписывать, ни в коем случае. Ну и кризисы, жизненный кризис, их преодоление, возможно, какие-то ситуации, которые вы поймете, что вот все, пришло время, пришел переломный момент в воскресенье, в понедельник, когда нужно принимать решение и идти дальше. Возможно, знаете, эти какие-то моменты в жизни дадут вам больше стимула. Вы почувствуете, что вы можете намного больше, чем сейчас. Я очень-очень-очень вам желаю, чтобы все у вас было хорошо, и вы справились со своими кризисами, преодолели их, и вы их обязательно преодолеете, я в этом уверен. Любые, дорогие мои, вот такой прогноз на следующую неделю. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, любви, добивайтесь своих целей и идите только вперед, любите, будьте любимы, дарите всем свой позитив, оптимизм. К вам потянутся люди, и вы действительно сможете кого-то осчастливить. Но в первую очередь осчастливьте себя. У вас есть на это все возможности и способности. Ох, спасибо большое всем за просмотр. Спасибо большое, что провели со мной эти минуты. Пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если случайно попали на него. Ну и пишите свои комментарии, я их обязательно прочту и поставлю лайк. Всем хорошего настроения, хорошей недели. До свидания.